Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами знакомиться с народным ордовским творчеством. И сегодня я прочитаю вам сказку, которая называется «Ежовые рукавицы». Было у богатого купца три дочери. Старшие дочки замуж вышли, а младшую, хоть она красивее сестер была, никто не брал. Очень уж капризная она была, не слушалась ни отца, ни матери. Что и вздумается, то и делала. Ну, женихи и боялись к ней свататься. Кому нужна капризная жена? И решил посвататься к младшей купцовой дочери один бедный парень. Послал он купцу, свою мать. Пришла старуха, поговорила о том о сём, а потом сказала, что сын её жениться хочет. Только бедные мы, говорит она, захочешь ли ты с бедняками родниться? Купец подумал-подумал и говорит. Богатые женихи отказались от моей дочери. Отдам тогда уж за бедного, деваться некуда. Одно только условие. Если есть у твоего сына ежовые рукавицы, пусть сватается. А нет, так и согласия моего нет. Нет у нас ежовых рукавиц, опечалилась старушка. Суконные были, да и те уж порвались. Вернулась старушка домой, сыну рассказала о купцовом условии и о том, как она ему ответила. Эх, матушка, говорит сын, да есть у меня ежовые рукавицы. Только ты не знаешь о том. Пойди, пойди и скажи купцу о том, что есть они. Ну, долго ли, скоро ли? А осенью свадьбу сыграли. А перед свадьбой парень заказал в кузнице острый топорик. Ходит с ним, не расстается. Днем за кушаком топорик торчит, а ночью под подушку его прячет. Молодая жена спрашивает, зачем тебе этот топорик? Погоди, отвечает парень. Увидишь, сели они однажды обедать, а кошка вспрыгнула на лавку и лапу за мясом протягивает. Не трожь, говорит парень с кошки спокойным голосом. Не то я проучу тебя как следует, а кошка опять за мясом тянется. Вынул парень топорик и отрубил кошке лапу. Не послушалась, говорит, пеняй на себя. Попался мне муженек, думает жена. Слово поперек ему не скажи. А в другой раз так было. Жена корову доила, а рядом собака увивалась. Парень говорит собаке тихим голосом. Иди в конуру, не мешай. А собака по-прежнему возле коровы крутится. Вынул парень топорик и отрубил собаке хвост. Ну и муженек у меня, думает жена. Лучше делать так, как он скажет. А однажды курица в огород полезла. Говорит ей парень таким же тихим голосом. Не лезь куда не следует. А курица не слушает. Тут парень опять взял топорик и отрубил ей голову. Я люблю, говорит парень, чтобы меня с первого слова слушались. Такой уж у меня характер. Молодая жена все это слышит и видит и думает про себя. Надо не капризничать, делать то, что муж велит. А то и мне голову отрубит. И стала она ласковой, да послушной. Мужу ни в чем не перечит. А муж-то на нее никогда и голоса не повысит. Так они и жили. И пригласил однажды купец всех своих зятьев с дочерьми в гости. Угощением приготовил. Желаю, говорит, посмотреть, ладно ли вы живете. Вот сели они все за стол, и старший зять жену просит. Подай-ка мне пирога с рыбой. Сам возьмешь, руки не отвалятся, жена отвечает. Средний зять жену просит. Подай-ка мне пирога с кашей. А жена говорит. Погоди, я сама сначала наемся. А младший зять говорит тихим голосом. Ну-ка, жена, поклонись мне в ноги, поднеси рюмку вина, да поцелуй покрепче. Как он просил, так она и сделала. Проворно и с охотой. Старшие зятья только рты открыли от удивления. Ну, зятек, купец говорит, не зря хвалился ты, что у тебя есть ежовые рукавицы. В мире жить богатым быть. И все свое наследство купец после смерти оставил младшему зятю. Вот такая вот сказка. Спасибо вам за внимание. И до новых встреч.